Данил Маскаленко Итак, в студии Акзан Ширанов, директор департамента экологической политики и устойчивого развития Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Здравствуйте, Казмин Ширанов. И подключается к нам по скайпу Архимбек Абдрахманов, экономист. Вы слышите нормально все? Да, что-то, да, ну сейчас будет, я попрошу режиссера наладить связь. Мы вас, по крайней мере, видим. Сейчас, наверное, и будет звук. Ну давайте, да, если можно. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Простите, я даже не дал вам поздороваться. Давайте сразу посмотрим видео, которое мы получаем сейчас из Актубе. Там люди задыхаются от того, что горит полигон ТБО. И там сейчас все задыхаются из-за того, что вот такая у нас картина довольно нелицеприятная. Конечно, тушат. Конечно, пытаются местные власти что-то с этим сделать, но уже несколько дней горит. И вроде бы сегодня, ну сегодня вот самая такая была печальная, что называется, картина. Вроде там это сборщики цветного металла. И простого металла этим занимаются. Постоянно, регулярно он там горит и розовый ветров меняется. В общем, вот это конкретный пример. И сегодня, кстати, ваш министр тоже высказывался по поводу, сделал несколько заявлений по поводу отходов ТБО. У нас их очень много, 100 миллионов и больше. И каждый год по 5 образуется. Нацпроект решит вот эту проблему или нет? Данил, вы очень правы. Проблема утилизации отходов это очень актуально сейчас для Казахстана. И нацпроект ставит для себя задачу как раз-таки решить эту проблему. Да, у нас сейчас порядка 4-5 миллионов отходов ежегодно образуется. Понятно, что сейчас уровень переработки утилизации достаточно низкий, порядка 18%. Но вот именно мы с помощью нацпроекта хотим увеличить эту долю до 34%, хотим создать инфраструктуру для раздельного сбора, пропагандировать сам раздельный сбор среди населения и, соответственно, уменьшить количество отходов, которые поступают на полигоны. Что касается тех отходов, которые поступают, мы хотим реализовать так называемый проект Waste to Energy. Это проекты, которые подразумевают сжигание отходов на полигонах. Да. Сегодня было заявление вашего министра, министра экологии. Он сказал, что для строительства мусоросжигающих заводов определены 6 городов. У нас это Нур-Султан, Алматы, Шимкент, Караганда, Актубе, тот же Актубе. Надеюсь, сегодня эта проблема там опять обострилась. Будет решение. Усть-Каменогорск. Выделены уже там земельные участки, я вот телезрителям отмечу. И общая стоимость этих проектов 293 миллиарда тенге. И все это частные инвестиции. Все правильно. Здесь проекты реализуются только за счет частных инвестиций. Со стороны государства никаких бюджетных средств не будет предусмотрено. И как уже сегодня говорилось, при успешной реализации эти проекты мы будем тиражировать по всему Казахстану. Да, это хорошая была бы практика. Потому что действительно у нас исторически накопилось очень много ТБО. И в целом сейчас идет накопление. Ну и раздельный сбор мусора. По крайней мере в Астане уже многие спокойно к этому относятся. Давайте у нашего экономиста спросим, что он думает по поводу вот этого национального проекта. Их еще раз 10. Да, господин Андрахманов, слышите? Все нормально сейчас? Да, я вас слышу. Да, да. Пожалуйста, ваше мнение по поводу вот зеленый Казахстан, по поводу вот этих вот инвестиционных проектов Waste to Energy. Что это там нам даст? Экономический эффект? Ну смотрите, прежде чем говорить об экономическом эффекте, мы должны понимать, что без надлежащего качества государственного управления этими самыми государственными проектами или национальными проектами, как мы, наверное, делаем по аналогии с российскими национальными проектами, какого-то экономического эффекта ожидать не приходится. Для того, чтобы сегодня, скажем, вот этот национальный проект, либо национальный проект, в который мы собираемся вкладывать 15 триллионов долларов, я так понимаю, что этот проект идет в рамках этого проекта, нам необходимо, во-первых, понимать, кто будет ответственным за вот вновь вводимые национальные проекты. Потому что, насколько мне известно, сегодня вот этот масштабный национальный проект, который мы собираемся делать на 15 триллионов тенге, там 8 или 10 ответственных министерств. И тут нужно понимать, что по мере увеличения ответственных мы тем самым увеличиваем или уменьшаем возможность того, что за проект реально кто-то понесет ответственность. То есть, если говорить с математическими терминами, то чем больше ответственных, тем количество ответственных кратно количеству безответственности или размеру безответственности. Чем больше ответственных, тем меньше безответственности, тем больше безответственности, прямо пропорциональная зависимость. И вот прежде, чем говорить о том, насколько проект будет эффективным, нужно понимать, кто будет ответственным. Желательно, чтобы это было конкретное лицо. Надо понимать, как этот проект будет реализован, либо математическую модель, либо экономическую модель, нужно также проанализировать. Это моё вид. Да, интересно. Я понимаю у вас скептицизм, и он довольно актуален. У нас проекты появились, потому что президент сказал, что хватит нам этих непонятных программ, давайте четкие показатели введем и сделаем. В конце концов, будем добиваться результатов. Пожалуйста. Да, Данил, я хотел бы подиспутировать с коллегой. На самом деле, вы правильно сказали, что глава государства поставила задачу перейти к нашему проекту. Для чего это было сделано? Чтобы как раз-таки отойти от формата госпрограмм, к реализации национальных проектов, где мы могли бы достигнуть уже конкретных результатов в определенные сроки. И большое отличие здесь, в каждом национальном проекте, за каждое мероприятие есть ответственный человек. Да, я вот смотрю на сайте правительства, восьмой пункт, руководитель и куратор национального проекта, руководитель, министр экологии, геологии и природных ресурсов Берекеша. Вот в 25-м году мы с него и спросим, я так думаю. Да, но это вы говорите за весь у нас проект. Но есть отдельные мероприятия в самом у нас проекте, за которые ответственны курирующие вице-министры и на местах заместитель Акимов областей. То есть контроль достаточно хороший. Пожалуйста, пожалуйста. Да, разрешите заметить, что за ненадлежащее выполнение предыдущих государственных программ ни один государственный чиновник высокого ранга не понес ответственности. И ответственность прекращается или заканчивается вместе с изменением чиновникам своего места работы. То, что вы говорите, куратор проекта или инициатор проекта, это не есть ответственный за реализацию проекта. И ответственность должна прописываться в самом проекте более понятно и не так обтекаемо, наверное, как это мы видим сегодня. Да, пожалуйста. Ну, я думаю, здесь, наверное, вопрос... Хочется конкретики. Ну и мне, как журналисту, нашему эксперту уважаемому. К системе государственного планирования. Вопрос здесь, наверное, к тем органам, которые разрабатывали методику. Ну, давайте еще к этой глобальной нашей идее, которая высказана была и озвучена президентом. Вот, пожалуйста, я предлагаю послушать цитату заявления не так давно, которое сделал Тукаев. В Казахстане существует проблема экологии. Ее надо в скором времени решить. Для этого в стране был принят новый экологический кодекс. Документ тщательно разрабатывали. Поэтому он соответствует всем стандартам. Правительство должно взять на контроль выполнение поставленных задач. Вместе с этим мы должны высадить 2 миллиарда саженцев. Люди хорошо поддерживают это предложение. Нельзя игнорировать вопрос озеленения. Необходимо провести профессиональный анализ с участием ученых и общественности. чтобы определить подходящие места для посадки деревьев. Да, вот здесь я могу прокомментировать в том плане, что, как вы знаете, у нас в Казахстане больше степной территории, пустынной территории. Лесистость составляет всего 4,8%. И для нас очень важно, чтобы ежегодно у нас только был прирост. Мы хотим с помощью этих 2 миллиардов деревьев увеличить леси со стороны до 5%. Эти деревья будут сажаться в лесных массивах. Большая часть на территории осущенного дна Аральского моря, чтобы как раз-таки сдержать деградирование земель за счет распространения соли, пыли с Аральского моря. Ну, помимо этого, еще есть поручение главы государства по посадке 15 миллионов деревьев в городах, населенных пунктах Казахстана. Вот надо с контролем что-то делать. Вот я, знаете, для меня, даже в Астане у нас здесь есть, в Нур-Султане, простите, проблема, что высаживают, а потом они сохнут, и все. И читаешь эти соцсети и думаешь, ну, столько денег потратили на это все, а все засохло. Понятно, что это не уровень министерства, потому что здесь есть местные власти, да? Но если мы говорим о миллиардах деревьев, которые будут расти где-то там, а мы с вами здесь, как обеспечить контроль? Ну, с этой целью как раз-таки мы тоже над этим задумывались. И наше ведомство занимается разработкой интерактивной карты по мониторингу зеленых насаждений. Я думаю, с учетом новых технологий и участия каждого активного гражданина, этот вопрос может будет проконтролироваться. Так, ожидаемый социальный эффект. Я читаю по-прежнему сайт премьер-министра. Напомню, что если вы хотите ознакомиться с этим у нас проектами, можно посмотреть премьер-министр.кз. И там все есть, все эти 10 нацпроектов. Ожидаемый экономический эффект. Вклад в рост экономики Республики Казахстан до 2025 года составляет 0,5%, 0,22% пункта ежегодно. За счет реализации будет создано более 60 тысяч рабочих мест, в том числе 830 постоянных и 60 тысяч временных. Пожалуйста, господин Байганов, вы здесь, если можно, можете прокомментировать. Так, вы же ко мне обращаетесь? Да, да, да. Ну, смотрите, что касается количества рабочих мест и прочих целевых индикаторов, которые сегодня нас настраивает государство, якобы эти индикаторы будут достигнуты в 2025 году, мы должны понимать, что ни один из ключевых индикаторов предыдущих государственных программ достигнут так и не был. И об этом достаточно информации. Что касается общего количества рабочих мест, которые государство собирается создать вот этим проектом, это что-то около 127 тысяч, если мне память не изменяет рабочих мест, то здесь очевиден крен государства на увеличение государственной собственности. Потому что, если мы говорим о коммерческих предприятиях и вложении, инвестиция государства в бизнес, скажем, через различного рода финансовые инструменты, то мы должны понимать, что мы не можем за бизнес планировать, сколько рабочих мест будет создано тем или иным собственникам. И, судя по всему, здесь речь идет о том, что государство будет увеличивать свое присутствие в экономике путем инвестиций в квази-государственном секторе. Но я так понимаю, что основная доля инвестиций, о которых говорится, вот те самые 15 триллионов, пойдут именно в квази-государственный сектор. И если говорить о том, насколько эффективен у нас государство как собственник, то тот же показатель World Wide Governance Indicator, который рассчитывается всемирным банком, говорит, что по этому уровню 30% мы находимся среди стран-аутсайдеров. И мы должны понимать, что неэффективный собственник, когда создает дополнительное присутствие в экономике, он только множит свою неэффективность. И в первую очередь, прежде чем вкладывать такие же деньги, такие большие деньги, а это деньги налогоплательщиков, потому что, как говорила Маргарет Петчер, нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Прежде чем вкладывать такие большие деньги в экономику, либо в инфраструктуру, мы должны поработать над эффективностью самого администратора проекта, то есть государства. Любопытно, пожалуйста. Спасибо, очень интересный вопрос. В первую очередь, я хотел бы сказать, что за другие нацпроекты не буду говорить, но наш нацпроект, в первую очередь, направлен на социальный эффект, на эффект, который мы должны получить как раз-таки от улучшения качества атмосферы, от переработки отходов, посадки деревьев или, допустим, по сокращению потребления водных ресурсов. Что касается экономического эффекта, да, конечно, при реализации будут созданы дополнительные рабочие места, но это не была сама цель нашего нацпроекта. То есть понятно, что при реконструкции каналов будет создано достаточно много рабочих мест. При посадке тех же деревьев тоже достаточно трудоемкие работы, и это тоже будет засознано для людей. Но это не сама цель. Как я говорил, мы ориентируем на социальный эффект, на улучшение экологической обстановки в стране. И еще хотел бы дополнительно сказать на доводы моего коллеги, что наш нацпроект почти на 70% финансируется за счет частных инвестиций. Здесь дополнительных вливаний в квази государственного сектора у нас не предполагается. Есть бюджетное финансирование, которое направлено на работы, на те же реконструкцию водоканалов, на посадку деревьев. Остальные все мероприятия в основном у нас реализуются за счет частных инвестиций. Как обычно, государственная инфраструктура ответственно, да, получается так, основные участники. Да, вот такой момент. Если можно, у нас буквально 4 минуты прямого эфира остается. Я бы хотел понять атмосферный воздух. Вот атмосфера. У нас по выбросам тяжелая ситуация в городах. У нас, если не ошибаюсь, чистый воздух только, наверное, в октаву, может быть, идет на севере. Я так читал такую статистику. Там море, а там промышленность не так развита. Вот так. Ну не совсем так. Хорошо, хорошо. Вы как специалист можете, конечно, привести другие данные. Но 100 тысяч плюс постоянно по выбросам, по вредным выбросам в год, ежегодно. Мы с помощью этого нацпроекта, в конце концов, остановим вот этот вал. Тут надо баланс найти между развитием экономики и выбросами. Но еще какие-то же должны инновационные методы быть. Что-то ваш нацпроект предусматривает? Вы туда заложили что-то? В первую очередь, хотел сказать, что у нас не все города, конечно, загрязненные. У нас есть 10 городов с высоким загрязнением. Такие как Алматы, Астана, Караганда, Тимиртау. Действия сосредоточены в основном крупные промышленные предприятия. Загрязнение воздуха складывается из трех основных вещей. Это у нас промышленные предприятия, отопление частым сектором за счет некачественного угля. И автомобильный транспорт. В нашем нацпроекте мы решаем проблему с самыми крупными загрязнителями. Это промышленными предприятиями. По 16 крупнейшим предприятиям у нас ведется работа. Заключены с ними меморандумы, где они обязуются в течение пяти лет снизить свои выбросы на 20%. Кто-то на 20, кто-то более. Отлично. 20 это у нас минимум. То есть вот эти страшные картинки, которые мы зимой имеем в Тимиртау, Черный снег, Учкоман, где у нас деревья сохнут, это все у нас останется в прошлом, ну хотя бы в 2025 году. Мы будем к этому планомерно идти. Конечно, мы за 4-5 лет, мы полностью, наверное, не сможем отказаться от текущей ситуации, потому что на самом деле лечение вот этих всех вопросов, это достаточно капиталоемкие вопросы. Конечно. И зависит от частника. Увы и ах. Да, у нас что-то хочет сказать Господа Брахманов. Я прошу прощения, я вашу фамилию до этого перепутал. Извините, пожалуйста. Экономист, пожалуйста. Страшно, вы извините, не за что. Я хотел добавить, что я сейчас нахожусь в Караганде. Так, как у вас там атмосфера? Я ощущаю на себе, насколько здесь загрязнен воздух, насколько здесь сложная экологическая обстановка. Несмотря на то, что Караганда находится в некотором удалении от Тимиртау, но и в Караганде, я думаю, что обстановка в этом смысле, в смысле экологии не лучше. На улице элементарно просто дышать нечем. И приходится перезвигаться на такси, на машине, потому что вот так просто вечером по улице не прогуляешься. Понятно. Спасибо большое. Коллеги, мы закончили обсуждение. Время, точнее, у нас вышло. Но, надеюсь, у наших зрителей появилась уверенность в том, что экологические проблемы в нашем государстве решаются и будут решаться. И, конечно, благодаря и общественности, и вот таким проектам, которые у нас принимаются. Надеюсь, что они будут реализованы со стопроцентной эффективностью, потому что у нас были проблемы всегда с этим, когда были просто госпрограммы. Теперь у нас проекты. Мы будем их разбирать детально в нашей программе. Спасибо за внимание и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова